Так, друзья, сегодня я так перетрасывал тему, чтобы получалось так. Помните это выражение, злой следователь, добрый следователь. Начинаем с доброго, а нет, со злого, посмотрим. Значит, пришло письмо от одного из вас. Там была просьба взять и диаметр, измерительный диаметр патриарха, вот это вот, Абрикоспатриарх. Раз забыл, два забыл, этой самой, где-то этого метра, этого подтяжного. Ну тогда я уже взял и нашел фотографию десятилетней давности. По-моему, она дает понятие о диаметре этого дерева, согласны? И вот, когда я разместил, я понял, что я в свое время не все, не все прокомментировал. Сейчас на годку буду комментировать, потому что это все равно вопрос таким, были, есть и будут. Итак, а это не только про диаметр. Дело в том, что перед вами неправильный Абрикос. А скажите, пожалуйста, где-то в 85-м году я его купил, посадил, как дикий, непривитый, бажорский Абрикос. И через 5-6 лет начал плодоносить. То есть 35 лет, ну, учитывая двух лет, как чему, значит 40. На 40-м году дал 40 лет. Перед этим я сейчас пообъясню, почему я так говорю. Что такое неправильный Абрикос? Наверное, надо было вот ту вторую ветку, которая потом отрезала. Это святое. Какое оно имеет право? Это ветка, которую ненавидят вот эти вот такие вот. А я дурак взял и не отрезал. Давайте сравним. 40 лет дерево. Если бы я в свое время отрезал, я бы имел тут раду, ну, по диаметру, она была бы больше диаметра основного ствола. Справа. И тогда это дерево на ду было бы готово. Вы со мной не согласны? Я от этого поверил. Вот. И тогда, значит, получается, что на кого работает выпустив степерезик, я сейчас не знаю. Вот. А потому что везде и всюду аукается. И их учили, и они учили. И сейчас тогда режут. А я-то тогда, это было 85-86 год. Я не знал, что надо отрезать. И что получилось? Разные годы. Было когда-то, много лет назад, я ниже покажу вам отдельные фотографии. Вот чем я хорош, что у меня есть фотография, в отличие от того же, этого самого, человека, которого даже фамилию выговорить, мне уже не хочется. Вот. Потому что кажется, что сразу вонь начинается. Вот. И тогда, значит, было 10 лет, был момент, было 20 лет. Когда ко мне приезжала главный редактор газеты «Фанетная», вот человек приехал, говорит, да, а что, уже в том времени, что 88 лет времени печатала, когда она приехала, было уже 30 лет из дерева. И тогда есть фотографии, как мои дети и ее дочка собирают эти. То есть все по-честному. Это не те фотографии, где ля-ля-ля, а это, сада нет. И тогда, значит, наступил 80, 9, ну, 2020. И тогда 40 лет. 10 плюс 20, плюс 30, плюс 40. 100 лет. Еще раз говорю, привлечений не было. Было привлечения. Все собрать так и не удалось, сами знаете. Вот. И показывал, я входил потом и показывал эти самые. Пошли карьеры с косточек, сгнивших абрикосов. То есть на самом деле было больше. Это 4 из, скажем, 35 лет. Бывали пустые года. Ведро, полведра, 3 ведра, 8 ведер. И опять же, 15 было, 20 было. Но их уже никто не считал. Допустим, за всю карьеру получилось 300 ведер. Ну, хорошо, 250. Хотя на самом деле больше 300. А косточек стоит, кстати, это тема другая, коммерция. Косточек стоит 20 рублей. И 300 ведер. За всю карьеру дерево, 20 рублей косточек и 300 ведер она же дает. Потенциал такой. Но я сейчас о другом. Понимаете, если бы я послушался бы вот таких, как попустился тебе на языке, и сразу ровили не говорю, они уже встонут. Вот. Попавшись среди глупостей. Вот. Переделываю крону, чашевидную. Ё-моё. И вот. Отрезали бы вот ту ветку, которая чуть дальше, вот она, потоньше. Ну, тогда уже не 250 ведер на ламба, и не 300, а где-то на процентов 40. То есть на ламба тогда 150 ведер. А еще 100 ведер. Рахнусь, мать. А? Кемляжики. Вот, пожалуйста, вот этот багажик, это вот один. И сам факт, что неотрезанная ветка, это нету страшной рады. Вот. И потом, я еще эту тему буду не раз раскрывать, я буду уже это делать. Стоит отрезать ветку, лезут волшки, и начинается борьба с тоннами и борьба с волшками. Вот. И самое страшное, что эти же люди, которые больше двух лет никто не выращивал дерево, они же эти волшки на третий год начинают плодоносить. А сотни и тысячи авторов не знают, как можно в саду жить. На третий год волчок покрывается плодами, потом десятками плодов, потом десятками ведер. А они этого не знают. Это такой уровень. А волшки надо их опять уничтожить. Уничтожили. Их еще больше. И вот, и человек покажет это дерево, ну, все это ниже будет. Вы поняли, в какой стране мы живем? Итак, вот это дерево, с тремя сотнями ветерами, я это доверил. Я не поверил, чего. А вот это письмо, которое я сейчас прочту, от Анны, так, города Шадринск. Кургатская область, это Урал. Она спрашивает советы мне, и ждет помощь, и так и написано. Но я обращаюсь со всем, кто меня слышит. Любой, хоть новичок, кто еще не посадил для этого дерева, хоть тот, у кого уже есть сад, благополучие, неблагополучие, это все я вам рассказываю, как добрый следователь. Почему? Потому что дальше будут хорошие советы. Особенно тем, кто еще не успел наломать дров. Вот я не успел, видите? Вот. Идем дальше. Итак, Анна пишет. Валерий Константинович, я обращаюсь к вам за советом, если не сложно, с последующим приобретением вашего посадочного материала. Ура! Уже неделю заказов нет. Я уже зубы на полку. Так. У нас аграрный туристический комплекс. Вот. Дальше самое интересное. Мы развиваем молочное направление. Бесное, коневодство, овцеводство, свиноводство, рыбоводство, пчеловодство, птицеводство. Скажите, что она забыла? Еще не забыла. Есть вермлюны, страусы, павлины, олени, яки. Туризм. Зимой гости могут покататься на горках, летом прогулки, рыбарка, пикники, палатки, купания. 450 га. Вот с этого момента я это, как зовут, Аду очень зауваживал. 450 га. 50 пахотных, сенокос, пастбище, неудобицы. Неудобицы я подчеркну красным цветом. Это для нас. Это для нас. Основная прогулочная зона пока на 5,8 гитарах. Засадим. Сочетающие водоемы, пруды, река, склон. 14 метров в высоте на протяжении полутора километров. То, что надо. На воду. И равнив на двух высотах. Еще лучше проблемы. Некуда спрятаться от солнца летом. Ну, то есть я понял, это пока пустое. Все еще пустое. Постоянно сильные ветра. Садили в ногах. Безуспешно. То бараны садят, то двуногие бараны скосят. Или снесут лопатами зимой. Садили хвойные, думаю я себе, дички. Вот видите, я уже тут это. Хвойные лады. Но только солнце, больше ничем. Это я так по ходу. Дубы не надо, медленно растут. Ящики медленно растут. Лички, смотря на чем речь идет. Вот. Может быть эти самые. Ну, ладно, не буду гадать. Согласен просто на березу. Береза, береза родит. Я все время смотрю. У меня на острове, когда еще тогда был сад, там были такие огромные березы. Я прикидывал, 6-7. Не метров, нет. 6-7 этажей. И сейчас перед глазами стоят. Вот. Или это сорт такой. Потому что тут все рядом. В другом месте береза родит. Ну, это ладно. Это присказка. Раньше был свой питомник. А кто такое нет средства? Это значит, что не знают, что даже декоросу посадили. Так что еще и купить, что же надо. Мне бы хотелось видеть, как декоративное, так и съедобное насадение. Ада, мы сделаем хитрее. А не буду декоративное и съедобное одновременно. Пусть гости, гуляя по парку, сорвут что-то по вкусу. Ой, такой же. Скушают или угостят наши животные, да и своя семья. Очень нравятся ваши принципы разумного природа. Сообразного врача-врача, знаете, в чем самый главный принцип? Не горбачиться. Тогда все будет. У нас не хватает ни времени, ни сил на какие-то капитальные посадочные ямы. Кстати, в конечном счете счет пойдет на сотни, на тысячи деревьев. И нам не хватало только метровой ямы. Нам это я говорю, а не мне. Не хватало этой метровой кубы, метр на метр на метр. И еще забитое до десяти ингредиентов. Это для того, чтобы мы побыстрее в гробе деревья. Знаете, если полотенков... Я сейчас только мне прислали ролик часовой. Я начал смотреть все 20 минут. Господи, да когда ж у нас людей начнут почитать как дедю, как уникальных людей. Как он про этот перегной в ямах рассказывал. Это же азот. Азот 24... Это я цитирую Латинкова. Может, мне не поверить. Я металлур, а Латинков... А Латинков почетный металлур. Так вот. Мы с ним по металлурге. Так вот, металлур Латинков говорит, что перегной это азон. Его задали туда. Он 12 месяцев в году работает. Прощай дерево. А я когда-то... Я отвлекаюсь, но согласитесь, что мне нужно быть более... Более последовательным. Более доказуемым. И тут бах. Присадь на хозяйство. В заходе-то ком-то посадили сад. Заложили перегной. А вот сад погиб. Больше нет перегной. Я цитирую. Буквально заложили перегной. Сад погиб. Ну что. И вот получается. Капитальные ямы мы с вами обращаем. Это добрый следователь. С частью ухода за растениями. Но со второго года вы будете только косить. Идем дальше. Альтернатива. Мне нужны минутку на кухню. Это очень важно для меня. Косите, пожалуйста. Вот. Идем быстро. Продолжение следует. Й시면 на кухню. Есть. Есть. Так. Есть. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прошу о помощи Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше DimaTorzok 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 Еще тысячу, такой можно быть. Придется поварить с ушами. Есть секрет, есть как, подскажу. Вот. Дальше. То есть в этом месте больше много, а в этом видите. Поняли? В этом месте трава по пояс, а вы брите так, вот этой самой бензокосой, до черна. Забывайте пару фотографий, где есть, где мой помощник Андрей скашивает траву, и вот эта черная земля. Но дерна практически нет. Но почва не тронута. Вот так. И так, значит, и удастся вырастить. Ну, а потом, какие-то вышли, с 5-6 года, они по кармам, или по зубам вышли. Далее. Значит, в схожести, ну, я взял отсидную фотографию, у них много. Вот. Здесь примерно 95-100%. Кто это считал? И тогда получается, что вот такого участка, здесь примерно 1000 есть. Вот. С такого участка примерно вся одна проблема решена. Дальше. Где вы будете садить? Сразу скажу. Вы думаете, случайно? Да, случайно. Но так совпало. У них много таких фотографий. Можно защитить ответы таким деревом? Пусть и с первого года. В ответ на процесса. Можно. Далее. Вот. Как его еще надо вырастить? Значит, посадили. Просто на родные площадки. Лучше, как у меня. Мне повезло. И склон. Распахали. Тут трава на этом этапе не нужна. Мыши. И где-то у них этих грез нету. Они там, где трава. Вы видели? Это отдельный разговор. Далее. Значит, вторая беда какая? Возможная подопревание. Склон видели? Видели. Когда посадили деревья, протоптали грядки, что получилось? Сами, сами получили с холмы. Я не могу много говорить, иначе мне ни одного беда не хватит. Так? Идем дальше. Вот. Переходим к подружке. Да, потом все это вырастет, понятно. Можно рассаживать. А, если будете заводить питомник, настоящий, долговременный, это первый этап, это ваша тысяча. Косточек, так, да, 20 тысяч, лучше бы 5, 10, это вторую, ваше этап. Я не напекал про 50 тысяч. Так вот, значит, там пойдет маточный сад, нет, я так, питомник, плавно переходящий, маточный сад. Почему? Угощать вы будете, где самое лучшее, где уже посажены. Или тут, или прямо тут, выкапывая, пересаживая, или не пересаживая. я и так, там, не пересаживаю, что лучше. Самое мощное привитое остается, как всегда, привитое. И не обязательно только привитое. Можете, до первых несколько лет, не плевать. Вы потеряете несколько лет. 450 гадо, она уже не вот только такими угощать, а еще и вот такими, согласны? Вот, про абрикосы пока все сказал. Кважутский орех это мое слабое место. Почему? Итак, первая история именно у вас будет создан пирис-анаторий с палатками, просто полонки, лежанки, или как я забыл называться вот это? Ну-ка, вспоминай. Забыл. Ну, и так понятно. Итак, дело в том, что, почему первая история? Именно, о, потом будем подробнее, чуть ниже расшифрую, для чего нужен мини-санаторий и какой эффект будет, но ниже. Итак, дальше, B, значит, я когда сказал, А, я должен сказать B, все виды плодов и кустартиков дешевле вырастет самим, от меня только технология. Итак, зеленое черенкование. Сейчас будем раскрывать. Я сто раз рассказывал. А, пришлите мне это, я вышел статью свою, очередную. То есть, ты еще добротную. А, одну фотографию покажу. Зеленое черенкование это настолько эффективнейшая вещь, и вот, я только понять не могу, почему сейчас не только на рынке, все торгуют суперкрупными этими самыми смородиной, живолостью, и прочим, и всем, 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 всем. Вот, я имею в виду все кустартики, и некоторые виды, даже древовидных, например, шелковица, и так далее. Так вот, это проще паренрепы, и вы можете это сразу пускать на продажу, но теперь я хочу расшифровать, для чего все это надо. Часть, ну, практически все лечебные растения, вспомним, как электротерокок начинает говорить, Константин, ты что, еще неделя, а ты опять не вылечился, еще неделя, а мне нет этого, я вот так выиграть не могу, а у вас он будет. Итак, у вас будет мини-аптека, потом будет просто аптека, потом через несколько лет будет супераптека. Почему? На ваш же туристический комплекс, а и там еще будет написано пункт второй, это пункт первый, прогулки, пункт второй, рыбалка, ну, смотря кому что-то, а пункт третий будет, лечебный. Я вам привожу пример, как легко стать лидером в этом деле. Это мой жизненный пример. Итак, 10-20, ну да, все, что я сказал, вишни, даже сливы, это все быстро, эти самые, значит, жимолы, это самое, крыжовник, все, 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 смородина белая, черная, красная, розовая, все, а это, вопрос, из каких лет, так? и вот ваши чаи, еще и компоты, настойки, вот так вот, случайно, вот тут, видите, что я сделал, случайно вот так вот провел, вот, настойки, а как, извините, это тоже, все это у вас будет, дальше, почему я, это у меня называется, у меня это называется, жилок на память, когда появился Гербалайф, вот как появился, так исчез, с людей было вынуты, миллионы, нет, не рублей, что вы, это много, миллионы долларов, были вынуты с людей, это была такая дикая реклама, в ее поверили даже те, кто продавал, потому что, когда ты 20-му человеку навязываешь, 50-му, ты ездишь из города в город, с этими Гербалайфами, с этими тяжеленными сумками, с Гербалайфами, по деревням, по рабочим поселкам, где, чтобы последний рубль всех отдал, а знаете, почему очень долго он держался, и почему были положительные примеры, сказать, это я потом разобрался, я говорю, попытно, я купил маленькую, вот такую, вот, и когда я уже купил, мне сказали, жесточайшая диета, кушать один раз в день, а у него такая борда была, а я работал в саду, я работал на стройку, строил дом, я, это самое, работал на заводе, не на первый день, как я могу один раз в день кушать, я продержался неделю, за неделю живот усох, и я воспалил, и у него крылья выросли, а что случилось потом, а потом, любой человек должен сообразить, а это Гербалайф, или невольная, жесткая диета, вес убавился, сосуды прочистились, нет, не так, вот, а Гербалайф, это сбоку припёка, это так, хоть ты жри его, хоть не жри, вот, хоть сразу выброси, результат будет один и тот же, и вот тогда я взял и подумал, значит, Гербалайф, это плацебо, ну, то есть, бесполезная вещь, так, ну, значит, такое плацебо, это просто пустышка, вот, а пример-то с ним, знаете, какой хороший, у вас-то будут настоящие чьи, настоящие эти, понимаете, и польза будет людям огромная, слушайте дальше, я привожу пример с Крымом, я приезжаю в Крым, вот, я, кстати, останавливаюсь и повторяю свои слова, это всё, что я говорю, я рассчитываю, что всем будет интересно, и будущим будет, тоже возьмёте, кто гектар, кто 500 гектаров, вот, или просто повторите, вот этот у вас будут, вы знаете, сколько вот сейчас у неё там растёт, вот, не догадался я посчитать, допустим, там 100, допустим, умножим на, там, ну, сколько, самое дешёвое сейчас, ну, рублей 200, 100 на 200, 200, 20 тысяч растёт там, а может быть и 50, схожесть 100%, ну, понимаете, вот, то есть, понимаете, вы уже при деле, я уже не зря говорю, я уже вас научил этому, это так просто, подробнее потом, так вот, смотрите, пример с Крымом, итак, я в санатории, так, в санатории, само собой, а, два месяца, температура воды плюс 7, в Чёрном море, купаться невозможно, я купался, в санатории для Люгочекова, я один из 600 купался, ну, это я, но всё равно, я был толстый, рыхлый, приехал с на висках, значит, белый, как это, свинячая, белая кожа, смотреть на себя противно, так, и я выхожу утром на нарядку, а у меня нефть на зарядку, это само собой, не зарядку, а на завтрак, мне говорят, вон, видите, там домик, а его, там подъемами не видно, а там столовая, как там, а, знаете, это как, ой, ёп, и я пошёл, на обед, опять туда, на третий, на ужин, опять туда, на второй день, на десятый день, так, нет, на двадцатый день, я ещё там, вот, живот исчез, вы представляете, вот, а у вас что, ну-ка вспомним, что вы там написали, так вот, вы, мой совет, когда вы будете делать, туристическую, самую, ну-ка, надо, чтобы он прошёл мимо, сорвал, сливку, абрикосы, само собой, маршрут-то должен быть такой, чтобы он, уезжая туда, худой, подтянутый, весёлый, потому что, всем нравится худеть, всем, и тогда он скажет, я теперь, каждый год буду поезжать, раз, дальше, значит, скажу всем своим родным, близким, я поверюсь со своим страшным врагом, вот, только потому, что я ему скажу, дружище там, Витя, Коля, съезди, и ты навсегда будешь мне благодарить, вот, что такое пример с хрыбом, ведь догадались, а потом мне говорят, когда вы специально так сделали, и хочешь, не хочешь, а жрать-то хочется, и пошёл туда, минут двадцать я засекал, двадцать пять, санаторий утёс, хрыб, вот так, я пока по делу говорю, нет, метрозащита северо-запада, от плодовых деревьев, значит, что мы будем делать, мы будем метрозащищать, так, это пункт, закончился, пункт В, значит, третье, мы вернёмся к защите, возрождение плодопитомника, как окочующее го, будет плодопитомник, будут саживаться на продажу, будет постепенно, с питомника же, ещё раз, кочующее, будет постепенно вырисовываться сад, и сад будет захватывать, гектар за гектаром, вы представляете, что может быть, это просто чудо, будет, только будет зависеть, сколько вы купите этих же косточек, тысячи, пять, десять, вот, потому что всё остальное, настолько реально, всё реально, и так, возрождение плодопитомника, вы сами сказали, я вас даже не тяну, так вот, как для прибыли, так и ещё, представьте себе, что у вас появились свои специалисты, в скобках, ученики Железова, и тогда, будет то, что было у меня, мои семинары, прозвучали, прозвучали, мои семинары, помогли людям, ведь они же были записаны, и потом у меня были десятки, тысяч просмотров, помнили? Это всё делалось, не только для полутора десятков, и у вас появится своя группа, она будет пополняться, и кто-то будет говорить, я ни монету, и вы тебя всего научили, то есть, это будет ещё и платная учёба, и полезная для всех, и она будет в настоящем саду, и как у этого Борькова, который это самое, засекретил сад, чтобы никто не знал, что его нету, вот, и вот, я взял вот эту фотографию, смотрите, мне не хватило, вот, эта груша, да, она где-то метров 11-12, огромное дерево, поверьте, никак не получается заснять всю грандиозность, на дальнем плане Борьковский орех, а вот это, что красное, в самом правом углу, это второе дерево, я вам потом его покажу, я их люблю показывать, потому что это как моя витрина, витрина, знаешь, в каждом магазине есть витрина, вот моя витрина, три дерева, это или 5 метров, треугольник, вот такой вот треугольник, вот, и в банджурский орех, и кому плодоносит не мешает, и такое впечатление, что помогает, не могу это объяснить, но именно вот эти две груши, ставили к отсветам, ну, то, что в Сибири, это точно 40 границ, согласитесь, это звучит, да, вот, и вот он, банджурский орех, почему я к нему возвращаюсь, огромное, 12-метровое дерево, одно годится, в качестве, замерьте, я сказал, тысячи банджурских абрикосов, гонятся для, это, защиты от ветров, гонятся, почему, потому что, если какой-то год пропустят урожай, они все равно, как бы, они не заберут, они своим телом все равно закрывают от пронизывающих ветров, ветра бывают северные, северо-западные и западные, ну, западные, они не самые, эти, морозные, в общем, предложение такое, один ряд, со стороны запада, со стороны севера, только две стороны закрываем, и заканурием, садим, нет, и грушу, один ряд, банджурский орех, второй ряд, банджурский абрикос, вот, и тогда, начинается расти защита, и третий ряд, я проверил, самая лучшая, защита, надежная, и уж еще более, надежная, если вы сможете выкопать, тысячу, две, три, я это тоже проходил, небольших, размером до метра, полметра, метр, саженцев, прекрасно, таких, как бы, сказать-то, таких, пропорционально, классической формой, именно сосен, садить, метр через метр, они, мешая друг другу, быстро, вставляется вверх, ну, как быстро, по метру, в этом, и посмотреть, есть они в округе, или нет, это очень важно, если есть, то что еще садить вверх, вот это будет третий ряд, Сами орехи нужны вам, или не нужны, или вашим гостям, или вашим, если уже лечить, то на заведомых уже, не совсем здоровых, гостей, кто-то едет, я поеду к вам лечиться, Кожура, сейчас почтем, Сами орехи, сейчас почтем, это фотография, я сделаю у тебя, вот, из Википедии, я сейчас буду, знаешь, что делать, так сокращать, чтобы осталось время, на другие важные вещи, несет пользу для организма, потом по счете подробнее, в то раз включите, и вероятное свойство, избавление от различных болезней, калорийность высочайшая, вот, вот это вот, имейте ввиду, добьете, что у вас будут свои орехи, съедобные, похож на грецкий, значительно жарнее, может нанести вред организму, ха-ха-ха, ценнейшая вещь, как организму, да, чтобы не переедать, вот и все, и главное не бояться, вот что, дальше, заменять, медикаментозные средства, сколько нам нужно, на этих, на лекарства, можно отравить, не только отравляться, вы думаете, они только пользу приносят, вот, раз, и второе, цены, цены каждый день повышаются, давайте, немножко о себе подумаем, заменяют, дальше, снимает болевочный синдром, помогает убрать, перелковое поджарение, оказывает его здесь, расширяет сосуды, улучшает работу голодка, выводит таксид, укрепляет иммунитет, зимний период, улучшает состояние кожи, препятствует старению, ладно, об этом было при влечении, препятствует старению, а, кто хочет, помолодеть, восстанавливает структуру, убирает сечение, профилактическое свойство, одна онкозаболевания, общего укрепляющего действия, работоспособность, настроение, почему победили бифы, а вот потому, ну ах, у вас, может быть, что я говорю, шрочно вырубить, кто-то когда-то сказал, да, они распространяют особые фитоциды, по простому, если говорить, запах, который отгоняет насекомых, я сижу, не раз сидел, специально под ним, сижу и думаю, зачем мне насекомые тут, пусть у меня меняет, жалко, что ли, подо мной такое, у-у-у, надо мной, тогда, значит, я решил так, добиво до конца, у меня примерно, несколько трех литров банок, что песок орехов еще есть, вот этих вот, вот, я знаю, что даже после такой, красноречивой, красноречивой лекции, они, эти, допустим, пять банок, так пять банок и садятся, ну, один-два по десятку купят, ну, даже это, ради этого, сейчас у меня вообще никто еще не покупает, новый год, где деньги, где, ясно, где, вот кто-то дает старого, все грязно, вот, итак, смотрим дальше, итак, я этот миф отменяю, что его надо вырубить, что один-один вред, раз мы, а это, дальше идет кусочек статьи, я не стал переделывать, раз мы, железо, распространяем по России, орехи, и саженцы, ореха Мазурского, получаем вот такие письма, я реконстантируюсь, я как-то не интересовался, Мазурским орехом, поскольку у нас выборки, они есть, но у них практически полностью отсутствует ядро, и можно наковырять немножко иголкой, есть совершенно неудачно, но у меня возникло подозрение, что Мазур себе внутривидовое отличие, в интернете видел, как люди извлекают ядро, но это все-таки есть, и могли бы мы поподробнее, т.т.т. с фотками и так далее, железо ВК, там экземпляр ореха Мазурского, вполне себе долин, как извлекать ядро, значит, я сделал свой фин, уже сам, поставил этот чурбан, в середине ямку, вставляю туда, на попа, орех, бывает ей два дровака его водой, чтобы он, это, легче разбивался, вот, разбиваю, извлекаю, ем, ну, я много боистов, напугали, ну, пять-шесть съедаю, даже напугали, ой, это самое, он сильно жирный, сильно, сильно полезный, ну, как бывает, бывает сильно полезный, значит, надо себя уберить, а вот это мне прислал друг, вот эти, двадцатый год, а я с фотографии делал, с экрана, вот мне, вот это, вот мне, вот эту, а я с экрана, раз, фотография, два, тридцать, да, ядро, бля, такое же, два фотографии, вот, девятошки, есть ли на здоровье, продажа орехов, десяток, триста рублей, если поделить, то десять, один тридцать, продажа саженцев, они уже проданы, идем дальше, да, и почему больше не посажены, ну, пока, мнение о, может, орехах, ну, мусо-немусо, ну, подняли, так, в общем, даже этого уже нет, все, исчезло, так, вот, теперь я, перехожу, в следующей теме, почему, ладно, я когда начал, задумался, я мог этот вебинар, еще пять вебинар, и говорить вам, что надо там у вас делать, потому что я разбираюсь немножко шеей, вот, я как-то подумал, дай я сейчас вам фотографию, вот, и у вас там будет клуб боржей, потому что, я вылечил себя, я спас свою жизнь боржеванию, спас, вот, не было бы у меня тут, я как вспомнил, у меня-то, какой, к черту, круг, прихожу, минус 30, минус 35, бывало и ниже, только, это самое, страшно было на градусы, глядя, в шесть, заканчивая работа, в пять, в семь, я уже одеваюсь, полтора километра, на морозе подскажу, раздеваюсь полностью, да, это, до плавок, тогда еще босиком, мозгов нет, тянуло туда, организм себя спасал, а я не знал, это такое издевательство было, заплыв на 30-40 метров, течением сносят на 50 метров, выгребаю, пешком, босиком, все, но к ногам не прилипли, примерзли камни, подхожу, становлюсь это, остановиться еще, еще не догадывался, лишнее полотенце, чтобы наступить для него, вот, я с этого начинал, прошло время, я говорю, потому что, это когда-то войдет в учебник, и все, прошло время, вот, уже все не так, то есть, подхожу, делаю, будучи одетый полностью, актилогрейку, уже пуговицы нету, как первые разы, нету пуговицы, нос витра, три трико, поняли, тилогрейка, скидывая тенец, прям тилогрейке, делаю движение, пока не вспотерил, и только когда, когда перегрет, он не боится, это ледяной воды, быстро раздеваюсь, пока не успел, обратно промерзнуть, раз, ледяцея, и уже нормально, а там температура, у меня есть в эти, плюс один, ну вот, вот, три уже, плюс, и вот тогда, опыт появился, вот тогда я избавился, страшно смертельной астмы, а у меня дальше, надо, вот нельзя, мне надо остановить, прямо сейчас, и вот вам уже клуб Боржей, а вы что думаете, если, у нас получается, я прикидывал, у нас один из тысячи, один из тысячи, вот, а ведь это уже надо, сколько можно, этими болезнями, болезнь-то, от гриппа умирают, стыд, позор, вот, вот, и я, обычно, много чего, я, надо останавливаюсь, так, вот, я надеюсь, что мы с вами дружить будем, я все равно, в вас держал, в уме, когда говорил, не обязательно купить, тысячу, косточек, абрикоса, или 500 косточек, этих, орехов, одружку, 10, 20, 100, уже, ладно, чем, 7, 100 фирмы, концентр свой обеспечить этим добром, дальше, я всегда, я должен это сделать, недавно, Мишуцин, вступился за, молодого ученого, я рассказывал, который сделал, величайший в мире открытие, вот, и, его все-таки, назначен герем теперь, хотя, у Тинкофф, еще пару человек, не буду показывать пальцем, вот, а давно это все открыли, но, одно открытие, остается не раскрыто, то есть, оно открыто, оно опубликовано, так как его, обнаружили, в Тинкофф, жили на металлурге, естественно, оно никогда не будет, нигде, никогда, призвано, хотя, можно было заступиться, за Россия, вот, я имею в виду, чтобы у нас с вами, ну, хотя бы, хотя бы, в офисе была в странице, но мы сделали величайший открытие, вот, понимаете, я сейчас просто, полминуты, и пойдем дальше, я ни за что не буду повторяться, чтобы у вас не было полгода, вот, дело в том же, друзья мои, дело в том, что в воде находятся, это только сам констатирую факты, без доказательств, да, кстати, вот эти доказательства, в воде находятся структуры, это биополя, они цельные, они силовые, у них есть силовый каркас, в них за миллионы лет встраивались, вот, как видите на экране, миллионы лет встраивались в них, в грязных лужах, которые признаны, наша родина, грязные лужи, вот, в них встраивались молекулы, из насыщенного супа, солевого, минерального, пронизанного солнечного лучами, и много чего еще, разной температуры, получались живые вещества, наверное, не на Земле, тут слишком маленький срок, ну, все, кометы переносят, летают, делать им нечего, вот, вопрос принципиальный, не случайный подбор, молекул, грязных лужах, которые ожили, а готовые наборы, готовящие, их миллионы, их миллиарды образцов, часть из них уже заполнилась, начиная от вирусов, и живых молекул, вот, и уже имея способность делиться, попробуйте выяснить это, ой, я сейчас не буду дальше, вы поняли, это, мировое открытие, нас построили поликалов, подготовлен, вот, и я должен буду еще через пару, извиняюсь, вебинаров сказать, и еще, и еще, помните, я говорил, маяком, профессор, сквозь зубы сказал, появились намеки, что вода еще и строит, строит, вот, где-то про меня слышал, вот это, очень важно, и я просто вынужден, паузу заполнять, вы могли пока за чаем сходить, вот, и еще один момент, он очень важен, я это дело доведу до конца, почему, вот, я только один, это не садоводство, но, это, спасение тысяч, миллионов жизней, в конечном счете, и так перекресток, на этом перекрестке бьются машины, бьются регулярно, меня подвигла сегодня, видите, дата, 15-го, сделать эти фотографии, вот это, что в поликрестах узнавали, вот видите, это он, только издаля, это он, это он, значит, здесь страшные гипотогенные зоны, меня добило то, что я утром поехал, чтобы, это, подвезти, Юлию Сергеевну, знаете, мне никого, мою помощницу, вот, и мы с той стороны подъезжали, к нему, а я взял, это судьба, и ляпнул, я говорю, Юля, тут столько аварий уже, что она мне сказала, почему я хочу обратиться к вам, и к этим, телевидению, что она мне сказала, я, говорит, свидетель, как здесь, какая-то неведомая сила, перевернула автомобиль, прямо на перекрестке, говорит, ты шутишь, это правда было, правда, я тогда сказал себе, там, затенусь, возвращаюсь к этой теме, сколько, Юрий Владимирович, у нас, это, сделано, фильмом на эту тему, около десятка, вот, как делать, как находить геопатогенные зоны, чтобы садить в сад, как переставить мебель, сейчас, соседи в подъезде, это можно сейчас, проверить, проверить, сказать, железо болтут, или нет, соседи в подъезде умирают, мой друг, Володя, рак желудка, сейчас, в эти дни, умирает, полторы недели назад, я взял рамки, пошел, договорился с его женой, мы его передвинули, вместе с кровати, вот, потому что, он встал с трудом, постоял у окна, я померил, получилось, что у него, прямо напротив желудка, как раз, вот это, где геопатогенные зоны есть, я постеснялся снять фильм, тут живой человек, стыдно было, я просто, это, говорю, как было дело, вот, кровать, ой, ну, диван этот, диван кровать, передвинули к окошку, вот, чтобы у него это место, если ноги поджать, то тогда нормально, вот, и вот это, вот, наша реальность, и, агвария на доорге, это третье, первое, садоводство, второе, защита людей, с помощью, измерений, и третье, это сделать так, чтобы каждая геопатогенная зона, была выявлена, что я предлагаю, ребята, у кого из вас, я сейчас что сделаю, мне только найти кого-то, я буду сидеть с рамками, проеду, я это сделаю, как называется, видеосъемку, раз, ну, чтобы себя не обмануть, это первое, не обмануть себя, второе, окажутся действительно бешеные врачи, бывает медленные, всякое бывает, вот, бывает, говорят, в совпадении, несколько раз бились машины, виду, что, а где они не бьются, вот, если я до конца, а я старый, опытный, белокатурщик, вот, и тогда, я приглашаю телевидение, начну, как обычно, первое городское, два года назад, когда, после очередной аварии, на трассе Абаканское, меня послали, ну, по-доброму, по-хорошему, послали, послательность, насколько можно, все равно никому ничего не надо, вот, весь ответ, прошло два года, вот этот случай, я хочу, зафиксировать как, я обращусь, к вам пока, там два, заметных, канала, да, вот, тем более, тут есть представительство, все на башке, давайте, 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 откажутся, красавец, там меня два телеканала, могут помнить, всех ребенка, когда мы песики снимали, вот, могут помнить, дальше, если они откажутся, я уже не знаю, к кому обращаться, застрелиться, сказать, что вот, чтобы привлечь внимание, жалко, но, это, стрелять в голову, еще пригодится, тогда, буду думать дальше, и с вами советоваться, вот, все, высказался, вот это вот, надо доводить до ум, а мне сколько жить осталось, неужели навсегда, люди обречены, попадать в аварии, как она сказала, меня аж, подпрыгивал за рулем, неведомная сила, ее поднял и перевернула, açık assim, с risks, если вы видите, она предполагает, она была повернута, это прямо в машинке, загара, которая как рефи, ко мне, которая,